Столица России готовится к параду военной техники на Красной площади. Таково наследие Советского Союза. СССР был единственной страной антигитлеровской коалиции, где в День Победы не только вспоминали жертв войны, но и демонстрировали достижения военно-промышленного комплекса на радость гражданам и на зло врагам. Теперь появилась еще одна функция – реклама. Экспорт вооружений – одна из ведущих статей российского бюджета. На Красную площадь выгоняют образцы новейшей техники – показать товар лицом. В прошлом году таким был танк «Армата». На этот раз покажут новейшую модификацию зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф». Еще одна новинка 2016 – парад Победы в Сирии – удивил Регину Фокс. Танки в городе – это к параду. Майская примета оказалась актуальна не только на земле русской. К торжественным мероприятиям по случаю Дня Победы готовятся подразделения российской армии и там, где праздновать нечего. В Сирии на авиабазе Хмемим провела репетицию парада авиагруппа военно-космических сил Российской Федерации. Несмотря на недавние заявления руководства России о выводе вооружения из Сирии, на смену отправленным домой самолетом прибыли другие боевые единицы, в числе которых вертолеты Ми-28 «Ночной охотник». Кремль демонстрирует намерение и в дальнейшем играть решающую роль в урегулировании Ближневосточного конфликта. 9 мая в выездном параде примут участие различные виды техники, включая бронеавтомобили «Тигр», «БТР», «Гаубицы» и роботы «Уран-9». Экзотичности нынешнего параду придаст женский сводный расчет. Он принимает участие в шествии впервые. Демонстрация военной мощи вдали от родного дома будет проходить синхронно с московским парадом. Репетиции к главному торжественному шествию полным ходом идут в российской столице. Сила, мощь наша, все видно. Единство здесь такое вообще. Просто изумительно. Мы в восторге. Гордость за нашу родину, за нашу страну. Мы так и должны показывать технику. Если мы не будем показывать свою силу, нас просто всех задавится. Более 10 тысяч военнослужащих, 135 единиц боевой техники, в том числе последние образцы. Парад, как и в прошлом году, откроет Т-34. Правда, в этот раз танк всего один. Организаторы сделали выводы из юбилейного прохода техники 2015 года. Тогда несколько машин заглохли, даже не добравшись до Красной площади. Первый парад по случаю Дня Победы был проведен на Красной площади 24 июня 1945 года. Командовал мероприятием маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Тогда была победа над фашизмом. Сегодня победа над международным терроризмом. Правда, еще не совсем одержанная. Но зато есть факт освобождения Древней Пальмиры. Чтобы закрепить успех, российские власти решили наградить Сирию классической музыкой. Российский симфонический оркестр Мариинского театра на фоне хрестоматийных развалин исполнил концерт под названием «С молитвой о Пальмире». Трансляция в прямом эфире российского телеканала. Руководит действом прославленный дирижер Валерий Гергиев. Здесь же не менее прославленный в последнее время виолончелист Сергей Ралдугин. Президент Путин обращается к собравшимся посредством телемоста. Примечательно, что 8 лет назад Валерий Гергиев уже проводил подобную акцию в другом освобожденном городе. Тогда концерт проходил в отвоеванном у Грузии Цхенвале. За концертным расписанием Гергиева теперь с некоторой тревогой следит весь мир. Регина Фокс специально для Таймкода. На нашем сайте rtvii.com мы задали вопрос, как вы относитесь к параду военной техники на Красной площади. 13% одобряют, потому что полезно напоминать миру о силе России. 20% одобряет этот важный элемент патриотического воспитания молодежи. 58% не одобряют этот пережиток советской эпохи. 9% все равно. Валерий Гергиев